Кстати, вот эти истерики Пригожина последние, они больше политические или действительно больше военные, по вашему мнению? Они и такие, и такие. Значит, неудача, вот эта вот серия неудач в последние дни, которые преследует и ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, и другие части российских войск, это действительно так, это неудачи. Я думаю, что Пригожин, ну, в общем, он человек не глупый, хотя и порочный, но не глупый, но, видимо, понимает, что это может плохо кончиться. Это первое. Второе, понимая, что это может плохо кончиться, то есть война вообще и конкретно сражение, битва за Бахмут, он пытается, как мне кажется, решить две задачи. Во-первых, несколько отмежеваться от российского руководства. И, во-вторых, отмежевываясь от руководства, создать себе некую такую политическую площадку для дальнейшей карьеры. Потому что его крайне резкая, скажем, мягко резкая характеристика Владимира Путина, которого он назвал счастливым дедушкой и так далее, это, конечно, политическая демонстрация с расчётом на то, что те силы в Российской Федерации, в руководстве Российской Федерации или, скажем так, в правящих кругах Российской Федерации, которые, судя по всему, понимают или могут понимать, что война проиграна и готовы к каким-то или готовятся к каким-то акциям, направленным на то, чтобы выйти из войны с минимальными потерями. Ну, а вопрос потом, что такое минимальные потери, это вопрос открытый, его обсуждать крайне трудно, потому что ни у кого таких более или менее, как мне кажется, структурированных представлений о том, что приемлемо для России, какие потери приемлемы, какие неприемлемы. Но, в общем, тенденция, понятно, чем дольше идёт война, тем тяжелее будет из неё для России выход. Ну, соответственно, эти круги, которые поддерживают Пригожно, а, возможно, он является и фронтменом этих групп или этих персонажей. Ну, я думаю, что у него есть поддержка, и очень серьёзная поддержка, очень серьёзная, как любят говорить сегодня, крыша в российских верхах, потому что его эскапады и его выходки, направленные против военного командования, они известны, они никому не прощаются. Как не прощаются, естественно, вот такой выпад в адрес президента, но, тем не менее, Пригужин жив, не знаю, здоров или нет, находится на территории Российской Федерации, а не в тюрьме и не в Африке. Значит, значит, кто-то его оберегает. Как думаете, кто это может быть? О, хотел бы и узнать.